Приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня практически на краю земли нахожусь, в Териберке. Здесь я в туристической поездке, и все дни достаточно жесткий тайминг, поэтому у меня не было возможности снять для вас какую-то полноценную экскурсию, проходку. Вот такая сегодня погода. Пять минут назад меня тут засыпало снегом, сейчас уже выходит солнце. Вчера вообще солнце светило вовсю, но в Арксике уже весна, как, впрочем, и везде. Весна здесь, конечно, своеобразная. Но я сделала много путевых заметок, и сегодня в видео хочу поделиться какими-то основными моментами, тем, что я здесь увидела, что узнала, и для тех, кто вообще интересуется разными уголками нашей страны, кто хотел бы сюда приехать, я думаю, много интересного можно будет подчеркнуть из того, что я вам расскажу. Поэтому приятного просмотра! Итак, наше путешествие началось. Как видите, мы отправились поездом. В данном случае хотелось продлить удовольствие. А так, конечно, можно гораздо быстрее добраться на самолете, если вылетать, к примеру, из Питера. Это около двух часов, если из Москвы, около трех часов. Удивительное, рядом мы попадаем за Полярный круг. Итак, мы находимся уже на Кольском полуострове. Это, безусловно, крайний север. Но данный регион еще не настолько холодный, как могло бы быть. Средние зимние температуры не опускаются здесь, как правило, ниже 30 градусов. И причина этому теплое океаническое течение Гольфстрим, которое очень влияет на данный регион. Вот почему Кольский залив, соответственно, где расположен город Мурманск, он не замерзает никогда. Именно поэтому целесообразно было основать город-порт именно вот в этой локации. Ну, собственно, не замерзает все Баренцево море. Сам по себе Мурманск является последним крупным городом, который был основан еще во времена Российской империи в октябре 1916 года. И его первоначальное название – Романов на Мурмане. Ну, естественно, после революции ему дали нынешнее название. С начала декабря и где-то до середины января здесь полярная ночь. То есть более 40 дней жители этого региона не видят солнце вообще. То есть оно не встает выше горизонта. Ну, а, соответственно, летом, то есть начиная с конца мая, начинается уже полярный день. И длится он около 60 дней. Обратная ситуация – солнце не заходит. Влияет ли это на качество сна жителей? Но, скорее всего, да. Пункт назначения для нас – это Териберка. От Мурманска до, соответственно, деревни можно добраться на машине или на автобусе. У нас, поскольку мы путешествовали организованной туристической группой, был трансфер. Расстояние в 130 километров преодолевается примерно за 2,5-3 часа. Нюанс этой дороги заключается в том, что зимой проблематичная она из-за снежных заносов. Порой столько снега, что закрывают дорогу на 2-3 дня, пока не расчистят. Но, по отзывам опытных путешественников, мы отправились сюда в начале мая в очень хорошее время. И для нас дорога прошла по лайту. Дело в том, что с середины пути асфальтовое шоссе заканчивается. Слово «совсем», как сейчас модно говорить. И начинается бездорожье, грунтовая дорога. К этому надо быть готовым. Со снегом это не очень приятное испытание, на самом деле, даже в начале весны. И только перед самой уже деревней снова там есть асфальт. По рекомендациям, сюда можно приезжать в любое время года. Есть что посмотреть всегда. Зимой здесь не меньше туристов, чем летом. С туристической точки зрения деревня стала раскручиваться. И вообще эта местность примерно с 2017 года, когда сюда поехали китайцы в огромных количествах смотреть «Северное сияние». Потому что у них в стране подобной широты, ну и, соответственно, явления подобного нет. Позже, по понятным причинам, из-за пандемии, весь туризм остановился. Но сейчас, в последние годы, снова возрождается. И сюда едут смотреть не только «Северное сияние», но и, конечно же, китов. Ну и вот инсталляция на сопке здесь располагается, разработала дизайн и соорудила этот арт-объект студия Лебедева. С одной стороны это буква «Т» териберка, а с другой стороны это хвост кита, который вот только-только выныривает из воды. Интересно, что материал, из которого сделан этот арт-объект, он имитирует так называемый топляк или плавник или мариона. Это дерево, ветви, которые срублены по разным причинам, выбрасывают в реки и в море. Затем их шлифует вода и впоследствии выбрасывает на берег. Ну и как раз из этой локации, которую я вам сейчас показываю, можно узнать кадр из фильма «Левиафан», потому что примерно на этом месте стоял дом главного героя. Конечно, в реальности этого дома никогда не существовало, после съемок его разобрали. Местные виды, конечно, завораживают. К слову, приливы и отливы здесь океанские, более полутора метров перепад воды может случиться буквально в течение суток. И можно, по сути, гулять по морскому дну. Дело в том, что териберская бухта является частью Баренцева моря, а Баренцева, в свою очередь, это окраинное море Северного Ледовитого океана. Это означает, что далее нет полосы суши как препятствие. То есть это единая вода, и по большому счету, попадая сюда, вы оказываетесь фактически на берегу Северного Ледовитого океана. Здесь же протекает одноименная река Териберка. А происхождение названия, скорее всего, от древнего Терь. Это название Кольского полуострова. Хоть деревня совсем маленькая, но впервые упоминается она в письменном виде, как поселок поморов еще в 16 веке. И, конечно же, местное население издревле занималось рыбной ловлей. А иногда рыбная промышленность здесь достигала таких очень внушительных масштабов. Деревня интересная и уникальна по-своему. На многие километры вокруг нет бензозаправок. Зато в самой деревне есть заправка, к примеру, для электрокаров. Есть даже своя пивоварня. Производят, правда, как нам сказали, только два вида пива, но тем не менее. Очень много заброшек, с одной стороны. С другой стороны, очень много новых зданий строится. Конечно же, здесь для туристов на сегодняшний день созданы все условия. Здесь несколько отелей на выбор и рестораны с высоким, надо сказать, ценником. Но ведь и место какое непростое. Один магазин, который работает в определенные часы, и нужно заранее закупать продукты. Здесь, конечно же, очень много мест, которые посмотреть, в том числе и морские прогулки, и всякие дайвинги, рыбалки и так далее. Главное всегда помнить о правилах безопасности, соблюдать их и помнить о том, что север ошибок не прощает. Если что, это суровый край все-таки. И пока я рассказывала, у вас сменилась картинка, и мы пришли к самой известной заброшке Териберки, это школа. Когда поселок процветал, а было такое время, здесь проживало больше людей, чем сейчас, то потребность конкретно в этой школе была. Закрыли его в 2006 году, поскольку осталось несколько классов, буквально по 2-3 ученика. Конечно, было нецелесообразно содержать такое большое здание. Когда его закрыли, в нем осталось много и мебели, и учебников, и всяких других учебных приспособлений. Все это, конечно, постепенно растащили, поломали, украли. И сейчас эта школа знаменита тем, что внутри очень много граффити, разнообразных рисунков. Не просто надписи типа «Вася был здесь», а можно очень долго ходить здесь, гулять и искать какие-то свои надписи, свои смыслы. Созданием долгое время пытались решить вопрос, как-то его продать, переделать под гостиницу, но в итоге ничего не вышло, по крайней мере, пока что оно стоит вот в таком виде. Не знаю, от того ли это, что мы попали сюда в очень солнечный день, но совершенно нет никакой тоски или еще каких-то грустных, неприятных чувств, когда ты сюда попадаешь. Скорее, наоборот, ощущение, что произойдет что-то хорошее, что-то новое придет в жизнь. Вот как-то так. И это можно сказать о самой Териберке, потому что в 20 веке, когда здесь было большое рыбное предприятие, функционировало, здесь и жителей было гораздо больше, и как-то бурлила жизнь, то в начале 2000-х годов поселок оказался в упадке. Предприятия закрыли, ни перспектив, ни работы не было, кто смог, уехал. Но тех, кто остался, их было очень мало. И вот сейчас, в последние годы, в связи с развитием туризма, можно сказать, что Териберка переживает свое такое возрождение, ренессанс. Естественно, не в последнюю очередь. Положительным моментом сыграло то, что Звягинцев выбрал это место для съемок своего фильма. После этого на деревню обратили внимание, стали здесь строить и гостиницы, и рестораны, не обновлять дороги, то есть появилась инфраструктура для приезда, соответственно, туристов. Здесь есть и скелеты животных, и кладбище автомобилей, и, естественно, кладбище кораблей. А один из них известный траулер. Это всего лишь рыболовецкий траулер, который когда-то выбросило на берег, сюда вот на песчаный пляж. Естественно, сразу возникли байки-легенды, что это судно-призрак, оно дрейфовало где-то там в море, и вот в очередной раз решило посетить берег и осталось тут. Естественно, в реальности все гораздо прозаичнее. Это просто судно, которое стояло возле старой рыболовецкой фабрики. Очередным штормом его сорвало и принесло вот сюда. Вот этот скелет к вопросу о Левиафане, который находится в самом центре деревни, рядом с ресторанами, с прогулочной зоной, с пляжем, он не настоящий, это муляж. А далее мы направляемся в новую Териберку. Дело в том, что деревня территориально условно разделена на две части. Старая Териберка, это как раз она находится на берегу залива, где стоят те самые домики, заброшенная школа и прочее, что мы уже видели в кадре, где снималось в том числе кино. Новая Териберка, это не официальное название. Официально называется поселок Лодейное. И там располагается такой административный центр, можно так сказать. Можно, в принципе, пешком дойти из старой Териберки через перевал в новую. Поскольку деревня когда-то была промысловым поселением рыбаков, то, естественно, кораблей здесь было довольно много. Был когда-то рыболовный колхоз под названием Красная Армия. И в 60-х годах перенесли все это в Североморск. И те корабли, которые тут были, просто остались и стали погибать. Здесь кладбище кораблей еще старых, возможно, им более 100 лет. Остов у них, соответственно, металлический, а все остальное деревянное. Вот постепенно они здесь умирают. Почему не уберут, не утилизируют, это хороший вопрос. Возможно, он философский, но связан, скорее всего, с достаточно высокими издержками. По сути, никому оно не надо. Такая вот естественная инсталляция под открытым небом. Нам, опять же, повезло. Мы попали сюда во время сильного отлива и смогли прямо бродить возле них. А когда сильный прилив, здесь буквально чуть-чуть самые верхние части этих кораблей торчат. И ничего нельзя разглядеть. А это скелет самого настоящего кашалота, в отличие от предыдущего, который муляж. Его выбросило на берег в 2019 году, неподалеку от деревни. И затем принесли сюда, установили здесь. Кстати, киты и фотоохота на китов – это одна из основных причин, почему едут в Териберку. Это, конечно, не зоопарк. Нет стопроцентной гарантии, что вы их здесь увидите. Однако, вероятность такая есть. Особенно весной и летом, когда в бухту приплывает очень много рыбы, очень много планктона здесь. И киты, соответственно, приплывают сюда, чтобы поесть. Чаще всего здесь можно увидеть полосатиков и тех самых кашалотов, но реже гренландских китов. Северные храмы настолько суровые, что выглядят буквально как обычный дом с небольшой маковкой с крестом. В Териберке есть действующий храм. Это приход храма иконы Божьей Матери Тихвинская. И вот мы добрались до административного центра Териберки. В том числе видно, что здесь многоэтажки, которые реконструируют. Здесь проводятся ремонтные работы. Всюду жизнь есть обновления. Одна лишь только стоит, еще не ремонтированная, но, думаю, скоро доберутся и до нее. Вот здесь в одном из зданий находится все, что нужно простому нормальному человеку. И Почта России, и банкомат, отделение банков, в которое клерк приезжает из города, правда, конечно, в определенные дни, и МФЦ. Но работает это все, конечно, по специфическому графику. К примеру, МФЦ, мои документы, работают только по средам с 12.30 до 14.30. Ну вот как-то так. То есть спрос рождает соответствующий график работы. Да, в Териберке нет никакого медицинского учреждения, больницы, поликлиники, но есть фельдшерский пункт. Вы видели в кадре кареты скорой помощи. То есть если у кого-то что-то случится, то окажут самую-самую первую помощь и отвезут в город. Сложность заключается только в какое-то зимнее время. Если вот дорога закрыта, тогда, конечно, сложно. Мы пришли в природный парк Териберке. Эта территория не так давно получила статус особо охраняемой природной территории. Но, тем не менее, важно сохранять местную красоту, природу, потому что здесь тундра. А, как вы понимаете, если повредить покрытие, скажем так, естественное, природные тундры, то восстанавливаться оно будет потом более ста лет. Поэтому такая территория, конечно же, очень актуальна для того, чтобы к ней относиться бережно и сохранять. Здесь очень красиво сочетание и тундры, и скал, и все это на фоне океана, естественно, очень впечатляет. И можно дойти по этому природному парку к батарейному водопаду. Здесь на сопках располагается два озера, соответственно, большое и малое батарейские, из которых, собственно, вытекает этот водопад. Место очень живописное в ущелье, и, по сути, этот водопад, который практически весь год здесь можно наблюдать, он вытекает прямо в море, в океан. А почему название у этого всего батарейское? Потому что с 30-х годов примерно здесь была сооружена линия обороны, в том числе во время Великой Отечественной войны, естественно, играло важное значение. К западу, получается, от села на берегу Баренцева моря располагалась эта артиллерийская батарея, береговой обороны, и до сих пор остатки орудий здесь можно наблюдать, к ним подойти и посмотреть с этого места, опять же, на океан. На этом мой рассказ об этом уникальном месте, природном месте нашей бескрайней родины подошел к концу. Я бы могла еще много рассказывать о всяких интересностях данного места, будь то пляж Яйца Дракона или, скажем, конец всех дорог. Да-да, именно здесь есть в Териберке конец всех дорог, а дальше, дальше Северный Ледовитый океан и Киты. Ну что ж, а на сегодня у меня все. С вами была Ира Гитшляпе. Сегодня, как вы понимаете, из-за погодных условий в шапке будет еще много интересных историй. Всем спасибо, всем пока.